Уважаемые Акмолинцы, хотела бы доложить о эпидемиологической ситуации по области. На сегодня по области зарегистрировано 73 случая лабораторно подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество случаев заболевания у нас зарегистрировано в Целиноградском районе, также три случая в Аршалинском районе, по городу Кокшетау на сегодня три случая зарегистрировано и в Шортандинском районе один случай. Есть и положительные моменты. На сегодня четыре человека, первые заболевшие, они прошли полный курс лечения и выписаны. Один из них инвалид. Спасибо нашим врачам, которые приняли все меры, все необходимое лечение провели. И на сегодня пациенты в удовлетворительном состоянии с отрицательными результатами выписываются. В течение 14 дней они еще будут находиться на домашнем карантине и потом, если не будет никаких осложнений, уже будут считаться полностью выздоровеющими. По области зарегистрировано 4 летальных исхода. Это печально, конечно, потому что из 14 случаев, которые зарегистрированы по республике, 4 приходятся на Атмольевскую область. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация осложняется, мною вынесено постановление о дальнейших усилениях мер по карантинным мероприятиям на территории области. Со вчерашнего дня, с 21 часа полностью приостановлено движение между населенными пунктами области и также ограничено передвижение на территории населенных пунктов. На сегодня выставлено дополнительно блокпосты по периметру населенных пунктов. Если у нас было до этого 38 постов, на сегодня развернуто 88 постов. Все посты укомплектованы сотрудниками департаментов полиции и средними медицинскими работниками. На въезде в населенный пункт проводится термометрия, проводится анкетирование и лица с признаками ОРВИ и гриппа и с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также лица, прибывающие из-за рубежа, они госпитализируются в стационары в зависимости от их состояния. Так вот за вчерашний день у нас было 4 человека госпитализированы в карантинные стационары. Согласно данного постановления запрещается выход лиц старше 65 лет на улицу. Полностью, в любое время суток они не должны выходить на улицу. Запрещается также передвижение с 21 часа вечера до 7 утра. Только разрешается для оказания, если экстренно требуется медицинская помощь, и если это связано с ночной работой. Но здесь должны быть подтверждающие документы, и человек, который выходит, и автотранспорт, который двигается, он должен быть занесен в базу Сергек. В дневное время также есть ограничения по выходу на улицу. На сегодня акиматами прорабатываются списки, и максимально все предприятия приостанавливают свою деятельность, те, которые не связаны с жизнеобеспечением. Здесь сотрудники переводятся на дистанционную работу. Также, если у кого-то есть неиспользованные отпуска, также этих специалистов отпускают. Потому что в дневное время только выход за продуктами в ближайший магазин, в аптеку при необходимости, и разрешается передвижение только сотрудникам тех органов, которые задействованы в проведении мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Здесь это санитарная служба, медицинские работники, также работники правоохранительных органов. В тексте постановления, который опубликован на сайте у нас в Фейсбуке, вы можете с полным текстом ознакомиться. Также много вопросов по передвижению транспорта. Полностью приостанавливается движение общественного транспорта, как пригородных маршрутов, так и общегородских и внутрипоселковых. Предприятия, которые остаются работать, они должны организовать подвоз своих сотрудников. Транспорт, со вчерашнего дня эта работа по городу проводится. Многие организации уже заключили договора с предприятиями-перевозчиками. И отработаны маршруты. И если утром вы уже видели, что есть маршруты, на которых конкретно стоит табличка, или это облбольница, или наименование организации, которая производит развозку работников. Здесь также соблюдается требование. Водитель работает в средствах индивидуальной защиты, перчатки, антисептики обрабатываются, и в конце дня проводится заключительная дезинфекция. Также работодатели, другие, которым разрешено работать, они должны организовать подвоз транспорта. Весь транспорт, которому будет разрешено передвигаться по городу, он должен быть зарегистрирован в базе Сергея. В принципе, две недели уже эту работу проводили, и все зарегистрировали, кто занимается перевозкой продукции, сельхозтехникой, ремонтом автотранспорта. Данные предприятия, в принципе, уже зарегистрировались. Ограничено будет также передвижение. Аникассаторские машины и машины Каспочты, они будут только водителям. Внутри перевозка не допускается. Во всех машинах, которые будут передвигаться через базу Сергея, именно в Инн вбивается, и конкретное количество пассажиров, чтобы не допустить, чтобы те машины, которые будут двигаться, перевозили кого-то из населения. Разрешается работа официальным службам такси. Индрайвер и остальные приложения, они не будут работать. Официальный список такси будет акиматом города опубликован на своем сайте, в общем доступе. И также будет проверяться работа данных такси, потому что в такси тоже должны соблюдаться требования. Это водитель должен работать в маске, у него должны быть перчатки, которые должны сменяться, и должен быть антисептик. Также в машине разрешается перевозить не более двух пассажиров. И тоже требования все эти должны соблюдаться. У нас на сегодня созданы мониторинговые группы по всем городам и районам, в состав которых входят представители территориальных наших управлений, также департамент полиции, и органы прокуратуры, которые будут вместе проходить и проверять соблюдение санитарных требований. Если предприятия не будут соблюдать требования, то будет выноситься индивидуально по каждому объекту постановление о приостановлении эксплуатации. По торговым объектам разрешается работа предприятий торговли с соблюдением требований. Также продавцы и персонал должен работать в масках, перчатках, должны соблюдаться требования по очереди, дезрежим должен быть организован. Со всеми этими требованиями вы можете познакомиться подробно на сайте. В принципе, мы их уже публиковали, и в предыдущих постановлениях эти требования были. По промышленным предприятиям, в связи с тем, что они являются, на сегодня начинается и пассивная, также идут паводки, и необходимо, чтобы они работали, у них должны соблюдаться тоже требования, должен оборудоваться изолятор, должны проводиться термометрия, организована подвозка персонала и усиленный дезрежим. По предприятиям общественного питания, предприятия общественного питания, они будут работать в режиме доставки. Также время ограничено, и здесь они должны соблюдать временные правила по соблюдению санитарных требований. Так как многие предприятия, они работают, обеспечивают питанием блокпосты, и другие организации, для того, чтобы не допустить пищевых отравлений, они должны четко соблюдать санитарные правила. Хотелось бы обратиться к населению. Эти меры, они необходимы на сегодня, так как Акмолинская область на сегодня занимает одно из лидирующих мест по количеству зарегистрированных случаев. И если мы на сегодня не приостановим на две недели, не сделаем разрыв на инкубационный период, который определен в 14 дней, то мы не сможем остановить распространение данной заболеваемости. Если у нас зарегистрировано 73 случая, то от каждого больного у нас определяется порядка около 100 контактных. Это близкие контакты, потенциальные контакты. Если мы возьмем по санитарке областной больницы, которая у нас по городу как штаб был зарегистрирован, только от одного человека у нас 85 близких контактов. При этом еще она ежедневно ездила на автобусе, и около 50 человек, водителей и кондукторов, нам пришлось поместить на карантин. Поэтому вы представляете объем контактов, которые может один больной с коронавирусной инфекцией, получается, около 100. Поэтому мы должны разграничить, разорвать вот эту чью-то цепочку, если не будет ходить общественный транспорт, если будет минимизировано передвижение по предприятиям торговли. Потому что я сама наблюдаю и выезжаю в магазин, я понимаю, что наше население до конца не осознает на сегодня, что ситуация серьезная. Может быть, кто-то из близких у них не заболел, но мы видим состояние тех больных, которые на сегодня госпитализированы, и понимаем, что ситуация очень серьезная. Поэтому населению необходимо с полной серьезностью отнестись. И если у кого-то есть близкие, родственники, 65 лет, старшие, в принципе, пенсионеры, то переговорите с ними, оставьте их дома, привезите. Если у вас есть соседи, тоже вы знаете, что они пенсионеры, одинокие, то привезите им продукты, чтобы они не выходили, лишний раз себя не подвергали риску заражения. Потому что если человек здоровый, в принципе, молодой, он может это в легкой форме перенести. А именно пожилые люди, они являются группой риска, которые при незначительном соприкосновении с данным вирусом, они сразу могут заболеть, и моментально развиваются осложнения. Поэтому на сегодня нужно... И вот я сегодня вижу, по улицам хожу, мамы с детьми выходят, дети сами по себе, хотя уже неоднократно около 350 человек департамент полиции наказал. Эти меры будут ужесточены, вплоть до... на 15 суток будет арест. Но пока население не поймет, меры будут очень жесткие. Потому что мы должны сейчас все вместе остановить данную инфекцию и на две недели самоизолироваться, максимально ограничить контакты. Пожалуйста, к вопросам. Так, почему банки работают? Почему банки работают? Сам сотрудник банка пишет. Банки, их финансовую деятельность, мы не приостанавливаем. Ограниченные сейчас по банкам отделения работают только те, которые занимаются выплатой пенсии и выдачей АСП. Но на сегодня подача заявления на АСП, она в электронном формате, и в банках мы, они должны соблюдать требования. Если вы проезжаете по городу, то видите, да, что сейчас расстояние, сделаны разметки, и два метра между посетителями. Мы это мониторим, и в случае, если это требование не будет соблюдаться, то мы оставляем за собой возможность приостановить работу банков. В принципе, то население, которое должны получать АСП, в принципе, они через две недели могут его, главное подать заявку, получить они могут его, тем более в электронном формате оно поступает сразу на карточки. Поэтому мы мониторим, если будут нарушения, мы будем приостанавливать. В принципе, пока соблюдается. Такого ажиотажа, как вот у нас в Алмате и в Чемкенте, как и было в публикациях в СМИ, у нас не наблюдается. Мы каждый день мониторим эту ситуацию по банкам в разрезе наших регионов. Тут такой еще вопрос. Можно ли фермерам заезжать в Нур-Султан и выезжать? Список въезжающего автотранспорта утверждается оперативным штабом. Если это в Нур-Султан, то это нужно через оперативный штаб города Нур-Султан. В магазинах не соблюдается. Руководители предприятий торговли должны обеспечивать соблюдение интервала, дистанции, соблюдение дизрежима на предприятиях. Как я уже до этого говорила, мониторинговые группы будут отрабатывать. И на тех объектах, где не будут соблюдаться эти требования, будут приниматься административные меры воздействия. И если это будет повторяться неоднократно, то будет приостанавливаться работа данных предприятий. Тут еще один вопрос. Почему можно ездить в такси, но нельзя на своей машине? Потому что службы такси, их количество ограничено. Если мы разрешим всем ездить, у нас же сознательных граждан, я как в последнее время смотрю, сознательных граждан у нас очень мало. Каждый личным транспортом пользуется. И мы почему запрещаем транспорт личным, чтобы не катались вот эти большие магазины, не ездили за пределы города. А если будут шаговые доступности, в принципе, у нас по городу более 700 магазинов, куда можно пройти и купить весь необходимый ассортимент товаров, которые вам нужны. Поэтому личный транспорт тоже весь будет приостановлен. Потому что после работы потом, если они на дистанционке или еще что-то, они начинают кататься по городу. Предприятие, организация, руководитель должен организовать подвоз транспорта. На сегодня эта работа проводится. Автопарки у нас закрыты. И с ними заключается договор на подвозку. Отрабатывается маршрут. И по маршруту сотрудники подается список. Остановки указываются, время маршрута. И это уже система отработана. Поэтому руководитель предприятия, если он оставляет работать, он должен подать заявку предприятию-перевозчику, чтобы они выделили транспорт. У многих промышленных предприятий есть свои служебные автобусы, которые и до этого разводили свой персонал.